Здравствуйте дорогие друзья! Мы продолжаем наш разговор с вами про дела в Северной Африке. Ну и коль скоро, как вчера говорилось уже, в Северную Африку придут вандалы, мы немножко поговорим про них. Существует не совсем верное мнение, что нашествие варваров на Рим, это было нашествие каких-то язычников на христианский Рим, или одних язычников на других язычников. На самом деле, ко времени нашествия большинство варваров также было христианами. Единственным, но очень важным отличием было то, что массово коты, вандалы и прочие германские племена крестились в орианство. Тут надо пару слов сказать, что такое орианство. Дело в том, что орианство, собственно говоря, обязано своим возникновением Арию. Это был один из священников в Александрии, который сошелся в спорах с местным иерархом, которого звали Александр. Суть их спора заключалась в том, насколько соотносится Бог Сын и Бог Отец. Арий, по сути дела, считал, что Иисус Христос есть от высшее творение, прежде всех творение, но все же творение Бога Отца. В то время как, собственно говоря, основная часть христиан, в том числе Александр, иерарх Александрийский, он считал, что все обстоит совершенно иначе. И Иисус Христос единосущен Богу Отцу. Эти споры были достаточно долгими, орианство раскалывалось на целый ряд различных толков. Но все это привело в итоге к тому, что орианские проповедники, а их учение было гораздо более понятным простому человеку, тем более так называемым федератам. Дело в том, что огромное количество варваров, так называемых, то есть германских племен, служило в римской армии в качестве, ну, фактически наемников. И составляло в определенные моменты чуть ли не большинство этой армии. Поэтому среди них орианство начинало приобретать все большую популярность. Почему? Ну, потому что им было это просто понять, не было особенно каких-то таких сложных, сложной казуистики, православной богословия. Просто можно было понять, что вот есть Бог Отец, Бог Сын, который, естественно, ниже его, но тем не менее, который ему наследует и который тоже, в общем, с ним в определенном смысле соотносится. Смотря на то, что стараниями императора Константина орианство было отодвинуто в сторону, тем не менее, в общем, оно продолжало сохраняться. Были в нем и достаточно такие философские течения, были и достаточно простые. Тем не менее, вот вандалы, готы и прочие варвары, про которых мы будем с вами говорить, они многие были поборниками как раз орианства. Ну, причины я уже сказал выше. Кстати говоря, некоторые византийские историки, допустим, Прокопий Кесарийский, вообще отделяет орианство от христианства. Он довольно четко ставит грань, что вот эти ориане, а это христиане. Орианство воспринимается как некоторая ересь. Правители ориан очень по-разному относились к христианскому большинству, то есть к тем, кто, так называемым единосущникам, то есть к тем, кто почитал, что Иисус Христос и Бог Отец имеют одну и ту же природу. Относились к ним некоторые терпимо, некоторые устраивали гонения, уничтожали церкви, расправлялись с священниками, которые не признавали орианского символа веры. Вооруженные этой информацией вы теперь понимаете, что дикие варвары были не такими дикими, многие из них были вполне себе включены в римскую армейскую систему, крестились, хотя и на свой манер. Поэтому столкновение цивилизации, как пытаются иногда представить нашествие варваров, оно, конечно же, было, но оно было отнюдь не таким однозначным, каким его подают иногда в документальных фильмах или в учебниках. Подписывайтесь на канал, будут еще интересные видео. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.